Я приветствую зрителей телеканала «Луч». В эфире программа «Слово кандидату» и у нас в гостях кандидат в народные депутаты по 108-му избирательному округу Людмила Федоровна Кириченко. Здравствуйте, Людмила Федоровна. В нашу предыдущую встречу мы уже затрагивали тему избирателей и их мнение. В этом году, в отличие от прошлых выборов, где украинцы были очень политически активны, многие социологические исследования подчеркивают, что 35-40% украинцев вовсе не собираются приходить на участки и стали испытывать апатию полную к политике. Как Вы считаете, почему так? Чем это вызвано? Вы знаете, прежде всего я считаю, что человек определяет свою политическую составляющую тем, как он живет и где он живет. В основной своей массе люди не почувствовали улучшения. Точно так же тяжело в школах, не оснащены школы. Многие проблемы, которые каждый день сталкивается человек, и они не решаются. В основном это, конечно, проблемы коммунального хозяйства. А человек определяет себя и свое отношение к происходящему тем, что он каждый день получает, каждый день видит. И вот именно вот эта обстановка, которая сегодня сложилась, она и говорит о том, что люди как протест. Это как протест не потому, что я не пойду, потому что я не хочу и не понимаю. Нет, люди понимают. А потому что это как форма протеста. Я не пойду, потому что ничего не меняется от того, что иду я туда или не иду. Вы знаете, сегодня такие технологии, что я вот знаю, что по некоторым домам ходят переписывают, паспортные данные. Я думаю, что здесь надо как бы прежде всего думать о том, что твоим голосом, если ты не пойдешь, твоим голосом просто воспользуются. Эти грязные технологии могут сработать на самом деле. И они срабатывают обычно против наших граждан. И поэтому мы можем просто в итоге получить шило в мешке, что называется. Такого кандидата, который, конечно же, оставит нас и забудет, не будет работать с нами больше, с округом я имею в виду. Кому от этого легче станет? От нашего протеста? Я думаю, что здесь надо как бы пересилить себя и понять, что все равно все, что мы делаем, мы все равно в итоге делаем для нашего будущего. Каждый шаг — это все равно для нашего будущего. Поэтому я думаю, что прийти надо, обязательно приходить надо. Высказывать свое мнение надо. Если вы против, то вы это выскажите все равно на бюллетене, на своем бюллетене. Пусть он будет испорчен, но все равно это будет ваш использованный голос. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы все приходили, а не стояли в стороне. Людмила Федоровна, знаете ли вы своих потенциальных избирателей, кто придет голосовать за вас? Знаете, мне так сложно сказать, кто придет. Я думаю, все те придут, к кому небезразлично, что произойдет с красным лучом. Вот что будет дальше, как будем жить мы в красном луче? Вот все те, кому это небезразлично, придут и отдадут голос за меня. Потому как много очень проблем надо решить нам вместе. Очень много. Это вы посмотрите, вот я встречаюсь с избирателями. Это буквально каждодневные проблемы. Так что сегодня просто катастрофическое. Это дороги. Но скажите, может ли местная власть решить вопрос дорог? Нет. В этом году буквально на Луганскую область не выделено ничего. Потому что мы знаем, было евро, были большие мероприятия, а дороги делать не за что. А если бы те отчисления, которые сегодня идут на дороги, дорожные фонды, оставались в местных бюджетах, то, наверное, бы мы не имели таких дорог. Местная власть тогда бы могла распоряжаться этими деньгами и ремонтировать их. Вот для этого нужен депутат. Для того, чтобы решать именно в законодательном плане эти вопросы. Если мы говорим о воде, это тоже очень злободненный вопрос для нас всех. Вода. Казалось бы, мы находимся на воде. Под нами огромное озеро из воды. В шахтах сколько воды. И тем не менее воды у нас нет. Даже технической. Не выдавливает ни на третий, ни на пятый, на остальные этажи вообще никак. А есть поселки, где их практически нет. Где воды нет. А деньги мы платим просто огромные. А почему? Вот я на встрече с избирателями сама лично видела, 10 прорывов, где, как мне сказали, по 5 лет течет вода, просто течет в реку. Это работа кого? Это работа, естественно, коммунального хозяйства. Это работа тех организаций, которые отвечают за это. А сумма этой воды, или объемы этой воды, которые вытекают просто, ложатся, естественно, грузом на наших всех жителей. И мы платим за то, и цена воды увеличивается, мы платим за то, что не потребляет. За бесхозяйственность. Мы платим за бесхозяйственность. Это, опять-таки, решение только на депутатском УРА. Мы должны финансировать, добиваться финансирования этой отрасли и добиваться, чтобы мы все-таки жили с водой. Вот такие очень злободневные вопросы. Но их решать нам, только находясь, будучи депутатом. Людмила Федоровна, пока вы кандидат, вопросы, проблемы жителей. Нам более-менее из разговора понятны вода, дороги, я думаю, и газификация, и ряд еще. Расскажите, чем вы помогли уже жителям? Применили ли вы уже свои рычаги влияния, чтобы какие-то проблемы решить? Вы знаете, я даже сейчас не вспомню, так много вот за время встреч сделано. Хотя встреча-то прошла всего-навсего, вот сколько тут, 5-7 дней. Да, вот поселок Ленина, я приехала на встречу, просто весь кричал. Ну, мне так было жаль, у них 5 дней не было воды. Вернее, у них прорыв произошел, да и канализация попала в воду. То есть та вода, которая должна была поступать из кранов, из кранов теклась канализация, буквально. Вы понимаете, вот как бы я занималась организацией ремонта, так сказать, канализации в поселке Ленина. Это нормально? Нормально, я считаю. Потому что так это и было, когда я была народным депутатом. И таких проблем много. Там на микрорайоне дом заливает, там подвалы лажу, смотрю. То есть все то, чего должны, конечно, делать по идее, и не по идее, а по должности нашей местной власти. Но, к сожалению, местные власти этим не хотят заниматься. Сегодня, вы знаете, все занимаются выборами, а это оставлено как бы на произвол судьбы. И люди оставлены сам на сам со своими проблемами. Поэтому, конечно, приходится заниматься много. Много тем. Людмила Фёдоровна, ну, я думаю, в одиночку сложно этим всё реализовывать. Есть ли у вас доверенные лица, и кто эти люди? Кому вы доверяете практически как себе в «Красном луче»? Вы знаете, дело в том, что, конечно же, я прожила с вами с «Красным лучом», с Перевальском все 7 лет, когда я была народным депутатом. К нам сейчас прибавился вокруг Петровская. Это там, где я не работала. И мне многие люди знают, многим я помогла, многих я, конечно же, знаю. И вот по «Красному лучу» у меня доверенное лицо главврача роддома. Вы знаете, как-то так сложилось, потому что берегиня, потому что женщина, как-то вот роддом, медицина, учителя мне очень близки. И вот первое, когда я, будучи депутатом, а у нас роддом, вы знаете, не отапливался, вообще рожали наши девочки в холодных помещениях, и наших малышей вот просто надо было обогревать. И вот первое, когда, будучи народным депутатом, что я сделала, это, конечно, сделала, поставили, газифицировали наш роддом, поставили оборудование туда, все, и дали тепло в наш роддом. Поэтому как-то оттуда идут такие наши давние хорошие отношения. Поэтому одним из доверенных лиц является главврач роддома нашего. Второе доверенное лицо — это из Перевальска, председатель Совета ветеранов Перевальского района. Очень уважаемый человек, такой активный очень, и, конечно же, ветеран, и знает хорошо свой район. А третье доверенное лицо — предприниматель из Петровского. Человек абсолютно неравнодушен, который очень любит детей. Он занимается спортом с ними, у него кружок по борьбе, у него выходят мастера, чемпионы мира. Да, вот знаете, такой очень известный в Петровском человек и очень такой, ну, я не знаю, добрый, широчайшей души человек. Вот люди, которые около меня, я, во-первых, тянусь таким людям, которые излучают добро, да, и я думаю, что и я притягиваю тех людей, которые вот тоже излучают это добро. И поэтому как-то вот вся команда настроена на то, чтобы нести это добро, делать это добро, вот делать всё от нас зависящее, чтобы людям всё-таки было лучше. Ну, если о добрых делах говорим, нельзя не вспомнить игровые площадки, которые появились в «Квестном луче» благодаря организации «Берегиня». Ну, когда появится четвёртое, хочется спросить, так и просится. Нет, вы знаете, я смотрю сейчас, да, и вот слушала там одно выступление, когда говорят, что такой-то, как такой-то кандидат в депутаты построил столько-то площадок, там 16 или 10 или ещё сколько-то. Я, вы знаете, рада о том, что идут всё-таки выборы. Очень хорошо. Для наших детей, для наших дворов это просто изумительно. Наши дети получают столько площадок и получили столько площадок, что, наверное, за всё это время до этого не получали. Это очень хорошее начинание. Но положила начинание этому. Конечно же, «Берегиня». И я рада, что именно мы, как женская организация, положили этому начало. Да, и на следующий год у нас, конечно, проекты и планы есть, где мы будем делать площадки, потому что нельзя сказать, что дети должны только приезжать сюда в центр. И нельзя отделить наши посёлки. И тоже Ленина, и тоже Вахрушево. Нельзя их оставить просто так. И многие-многие другие. Вот наша штрагрессия была, ну, а они чем хуже, да, им тоже надо. То есть есть у нас планы, и это всё в перспективе. Конечно, будем мы дальше продолжать. Ленина Федоровна, для «Красного луча» актуальна тема не только детей и их отдыха, но и актуальна тема реформирования здравоохранения. Уже в городе идут преобразования медицинской сферы. Какое ваше отношение к этому? Как Вы считаете, положительные эти моменты, отрицательные? Мы все зависим от медицины. И в старом мы рождаемся с медициной, умираем с медициной, потому что для нас, для всех очень важна медицина. Знаете, я не просто против, категорически против той реформы, которая происходит в здравоохранении, а я пойду с той целью, чтобы приостановить её и начать с расчёта. А что же нам надо? У нас огромные посёлки, по три тысячи человек, по две с половиной тысячи человек. Мало того, что они удалены друг от друга на огромное расстояние, иногда по 25 километров. Вы знаете, огромное расстояние. Учитывая наши дороги, это вообще непреодолимое расстояние. Не имеют никакой медицинской помощи. Абсолютно никакой. То есть, чтобы нашим или маленького ребёнка, или нашим старика дойти и давление померить, укол сделать, ну элементарное, буквально элементарное. Нам нужно садиться, ждать в автобус, очереди, во-первых, когда приедет автобус, потом преодолевать это бездорожье и то, что транспорт не ходит, и добираться к врачам. И когда мы добрались сюда, в центр, в красный луч, допустим, да, то мы должны ещё стоять два с половиной часа в очереди, чтобы как-то попасть на приём. Потому что оснащённость медицинскими кадрами у нас в красном луче 40% специалистами. То есть у нас мало того, что мы забрали всё с мест, мы ещё здесь не имеем медицинских кадров. Я считаю, что недопустимо так проводить медицинскую реформу, недопустимо. Надо приостановить её, посмотреть, что же нам надо на самом деле, а у нас какие мы оставили больницы, какие мы оставили роддомы, вот не будем далеко брать, тоже Петровская. Но сердце же кровью обливается. А куда им ехать? Оно тоже огромное. До красного луча, до куда? До Петровского. Там тоже огромное расстояние. А медицина – это медицина. Попробуйте сегодня, вот мне жалуются, попробуйте сегодня вызвать скорую помощь. После 12 часов скорая помощь не едет, потому что говорят, бензина нет, дороги не соответствуют, чтобы доехать. Ну то есть это проблема. Вот когда я говорила о том, что мы должны разработать программу развития малых городов и посёлков городского типа, так вот там нужно развивать и рассчитывать нашу медицину, какая она будет для нас, какая она в наших условиях, потому что, на мой взгляд, мы просто скопировали то, что есть на Западе, вот мы так много говорим о нём, да, скопировали там эту медицинскую систему, которая основное по кустам, так сказать, более, где более, ну более компактно проживает население, да, вот там они организовывают эти медицинские учреждения, а всё остальное можно доехать, но куда у нас доехать, и на чём у нас доехать, и как у нас доехать. То есть нам такая реформа не подходит, и её надо останавливать, надо по новой считать, надо снова сделать предложение. У меня такие есть предложения, просто это не для этой передачи, будем говорить. Ещё одна спорная реформа – пенсионная. Ваше к ней отношение? Пенсионная реформа – это наши слёзы. Это слёзы всех, кто получает пенсии, и кто стоит на пороге пенсии, и молодых людей тоже, потому что с одной стороны мы увеличили наш пенсионный возраст, а с другой стороны государство не может дать первое рабочее место для тех, кто заканчивает высшее учебное заведение или специализированные заведения. Нет рабочих мест, а мы продлеваем наш пенсионный стаж. Это одна проблема. Другая проблема – это то, что у нас сегодня пенсии у всех одинаковые. Ну вот поголовно, вот все получают там 900 тысяч, ну я не знаю, тысячу-100, может быть, гривен, и всё. А что, все работали одинаково? Нет. Один работал 38 лет, другой 45 даже лет. Один работал на очень тяжёлой работе, некоторые даже в горячих сцехах работали. Один работал два года, а получают все одинаково. Но это же срази справедливо. Я думаю, что государство должно подумать о том, как эту справедливость, так сказать, восстановить. И для этого всего-навсего надо просто в пенсионную формулу начисления пенсии включить коэффициент, который бы влиял на конечный результат, то есть коэффициент стажа работы. И всё. И вот этим коэффициентом стажа работы отдавать тем людям, которые строили нашу жизнь, которые лучшие годы отдали для того, чтобы мы строили государство, отдавать по заслугам, чтобы они не ходили сегодня и не думали, что свет сейчас увеличивается, да, вот, буквально с 1 ноября, а за что платить, а где платить? Газ увеличивается, а за что и как платить? И они просто не сводят концы с концами. А вы знаете, лекарства сколько стоят, продукты питания сколько стоят, практически всё наше население, вот всё, вот возьмём Красный Луч-Перевальский район, да, в принципе, вся наша страна, живя в таких маленьких городках, находится на грани выживания. Этого не должно быть, совершенно не должно быть. Они должны получать то, что они заработали на самом деле. Поэтому этот коэффициент надо однозначно вводить. И вот я это всё, как только пройду в Верховную Раду, сразу этот законопроект ношу. Спасибо вам большое, Людмила Фёдоровна, спасибо за разговор. Ну и последний мой вопрос. Скажите, как вы считаете, как нашим людям голосовать? Чем руководствоваться? Что должно быть самое главное? Кто-то говорит «голосуйте сердцем», кто-то говорит «голосуйте разумом». Но как вы считаете, что человек должен учитывать в первую очередь? На что опираться, чтобы сделать на выборах, поставить галочку «правильно»? Знаете, прежде всего, конечно же, человека надо оценивать по его делам. Я думаю, что это самая главная и верная оценка. Потом, конечно, если мы говорим о том, что наше сердце и наш разум говорит об этом, что надо за этого голосовать, значит, надо за этого голосовать. Но если человек себя показал о том, что он может, что он делал и может делать, я думаю, что это главное, ради чего нужно человека такого поддержать и дать шанс. А в принципе, я думаю, что наши люди все грамотные, они очень во всем разбираются. Я думаю, что они сделают правильный выбор. На этом мы прощаемся. А до выборов остается меньше двух месяцев. И у вас еще есть время подумать и сделать ваш правильный выбор. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова